Говорит Радио Свобода в эфире программа «Мифы и репутация». У микрофона Иван Толстой. Известная и неизвестная Берберова. Бостонское издательство Academic Studies Press совместно с петербургской библиорусикой выпустило долгожданную книгу Ирины Винокуровой «Нина Берберова». Известная и неизвестная. Мало кого из мемуаристов XX века можно назвать, кто сравнился бы с Берберовой по числу хвалителей и хулителей. Берберова ярка, энергична и спорна. Она столь же местами проницательна, сколь порой и недостоверна. Равнодушных после чтения ее книг не бывает. Но кто брался разобрать ее автобиографию по косточкам? Кто провел сравнительный анализ сказанного и случившегося? Кто подверг мемуаристку пристрастному историческому и биографическому допросу? Никто. Первый биограф Нины Берберовой – Ирина Винокурова. 30 лет посвятившая изучению архивов Нины Николаевны. Отдельные главы Винокуровской книги публиковались в российских журналах. Теперь перед нами полный вариант. Законченная книга, выпущенная, сразу скажу, каким-то неоправданным тиражом. 300 экземпляров. Неудивительно, что от тиража уже ничего не осталось. И издатель допечатывает экземпляры. Ирина Винокурова открывает свое повествование с того, что Берберовой всегда было что утаивать. С этого я и предложил биографу начать наш разговор. Берберова умалчивала о многих вещах. Я скажу о наиболее важных. Во-первых, Берберова в сущности пыталась умолчать о своем втором муже Николая Васильевича Макееве. Рассказ о нем занимает в курсиве меньше одной страницы. И это, конечно, вполне объяснимо. В сознании современников Берберова явно хотела остаться женой Ходосевича. Так как Макеев, начинавший в России как многообещающий политик, он был одним из самых младших делегатов в учредительное собрание в 1917 году. В эмиграции сначала стал успешным журналистом, затем не менее успешным бизнесменом, а затем и художником, который выставлялся в престижных салонах. Но при этом в итоге он не состоялся ни на одном из этих поприщ. Жизнь свою Макеев закончил в полной нищете. И главное, в полной безвестности. В так называемом старческом доме на юге Франции. Берберова рассталась с Макеевым за несколько лет до своего отъезда в Америку. И с тех пор не виделась 15 лет. Вплоть до 1965 года. Когда после его настойчивых просьб Берберова согласилась встретиться с ним в Тулоне. Недалеко от того места, где он обитал. Она, к счастью, оставила об этом свидании дневниковую запись, из которой я выяснила, что с этих самых пор Берберова стала посылать Макееву деньги и посылала вплоть до его кончины в 1973 году. Собственно, она узнала о его смерти, когда к ней вернулась очередная порция денег с соответствующим уведомлением. Берберова практически в тот же момент, это опять же следует из дневника, уничтожил все его письма. Для потомства оставила краткую запись, которая указала годы его жизни. 1889-1973. Однако при публикации курсивы на русском, год смерти ненароком перепутал. Просто, видимо, это как-то вытеснилось из ее памяти, и ей не хотелось справляться в дневнике. Простите, а какой год она указала? Она сначала указала 74-й, потом она указывала 75-й, потом снова 74-й. То есть все время вот шла такая чехарда, только не 73-й. А можно ли понять, почему, если она вообще упоминает о Макееве в курсиве, даже пусть и одну страницу, почему нельзя было как-то поподробнее о нем рассказать? Она стыдилась чего-то? Что это, какой-то комплекс был? Это был безусловный комплекс, потому что, даже не комплекс, а просто страшная неприязнь к Макееву. Посылая ему деньги, она категорически отказалась снова с ним увидеться. И была очень рассержена на дочь Зайцевых, которая несколько позднее тайно от нее устроила им встречу в Париже. Самое главное, что она хотела остаться в сознании современников, женой Ходосевича, а не какого-то безвестного Макеева, так жалко закончившего свои дни в богодельни, как она говорила. Поэтому ей просто, в общем, было достаточно безразлично, видимо, и не хотелось справляться в дневнике о дате его смерти. Потому что, когда вышло первое издание курсива, англоязычное, то он еще был жив, это был 1969 год, и там, естественно, даты смерти не было, как, впрочем, не было и даты рождения, и вообще никакой информации не было, и он был зашифрован под одним-единственным инициалом «Н». Это вызвало ироническую реакцию ряда рецензентов, в частности, Глеба Струва, и уже в русском издании Берберова постаралась рассказать Макееву несколько больше. Но все равно очень мало. И понятно, что я должна была постараться эту лакуну как-то заполнить. К счастью, в архиве Берберовой сохранились несколько страниц ее дневника, относящиеся к весне 1932 года и по декабре 1933. И, несмотря на лаконичность этих записей, из них можно было извлечь интересную информацию о самом начале их отношений с Макеевым, которые развоевались достаточно драматично, так как у Макеева имелась жена, хотя и гражданская. Эта ситуация позднее нашла отражение в романе Берберовой «Книга о счастье», написанном и вышедшем в современных записках в 1936 году. Потом она несколько переделала эту вещь, издавая ее уже в виде книги и по другим названиям, без заката. Важные изведения о Макееве, в частности, о начальном периоде его отношений с Берберовой, я нашла в переписке с его тогдашней женой, Рахилию Григорьевной Оссоргиной, которая писала о Макееве своим близким друзьям, в частности, Вере Николаевне Буниной и некоторым другим. Какие-то сведения содержались в письмах Берберовой Вере Алексеевне Зайцевой, в письмах Керенскому, их общему другу, в ряде других материалов. Например, мне попалась книга американского профессора, который в молодости, в 50-х годах, жил в Париже и снимал комнату в квартире Макеева. И таким образом я могла узнать, что, собственно, происходило с Макеевым в первой половине 50-х, когда он еще был относительно на плаву. Берберовой и Макеев прожили вместе 10 лет и прожили исключительно счастливо. Но, начиная с 44-го года, отношения стали стремительно портиться и кончились разрывом. В курсиве Берберова объясняет их разрыв борьбой за некого третьего человека, упоминая только, что победившей оказалась она. Этим таинственным третьим человеком была молодая француженка Мина Журно. Но этот факт Берберова скрывает от читателя особенно тщательно. Письмо Журно Берберова впоследствии уничтожит, причем уничтожит буквально перед самой своей смертью. И сильно проредит дневники, убрав практически все, связанное с Журно. Осталась в сущности единственная запись о нескольких неделях, проведенных в Италии и во Франции, летом 60-го года, представляющая собой сплошные филиппики в адрес Журно. Заполнить эту лакуну оказалось для меня существенно труднее, чем предыдущую, связанную с Макеевым. Но, тем не менее, сильным подспорьем оказалась опубликованная переписка Берберовой с Галиной Кузнецовой, с которой Берберова была особенно откровенна в разговорах на эту тему. Откровенна по понятной причине. Потому что она сама оказалась в ситуации, практически идентичной ситуации Кузнецовой, которая, как известно, оставила Бунина для Маргариты Степун. И таким образом, из переписки с Кузнецовой я, например, смогла узнать, как выглядело Журно. И могла это себе представить. Чем она занималась? Насколько она была образована? Какие-то действительно важные вещи. И как они поначалу сильно любили друг друга. Но со временем стало трудно жить вместе. Они разъехались. Но, тем не менее, продолжали видеться чуть ли не каждый день. Какие-то сведения о Журно можно было найти в дневниках Веры Зайцевой, кстати, опубликованных. В неопубликованной переписке с Керенским. Которому Берберова, уже будучи в Америке, поручала передать какие-то посылки Журно, который оставался в Париже. Нежелание рассказывать читателю о Журно, в общем, объяснить нетрудно. На всем пространстве своей автобиографии Берберова старательно умалчивает о собственной бисексуальности. Хотя сообщает об этом достаточно подробно и откровенно в сохранившихся в архивах записях. В момент написания курсива, да и гораздо позднее, бисексуальность обладала мощной социальной стигмой. Причем даже на Западе. А в некоторых странах, как мы знаем, обладает по сей день. В сильно сглаженном виде ситуацию с Макеевым и Журно Берберова позднее положит в основу сюжета своей пьесы «Маленькая девочка», которую она писала на протяжении, писала, переделывала на протяжении практически десяти лет. И закончила только к середине 60-х. Кстати, эта пьеса была поставлена в России в начале 90-х. По-моему, в театре Ленсовет. И хотя, повторю еще, что заполнить эту лакуну мне было существенно труднее, чем предыдущую. Поскольку я не знала очень многих подробностей о Журно, включая ее возраст, теперь я знаю, что ей было в момент встречи с Берберовой примерно 30 лет. Но до сих пор я, например, не знаю, несмотря на все усилия, когда и где она умерла, хотя она умерла, безусловно, задолго до самой Берберовой. Я знаю, что Журно занимало очень большое место в жизни Берберовой, сравнимое с местом в жизни Макеева и даже Ходосевича. Нина Берберова обладала живым характером, независимой натурой и так далее. И, конечно, вокруг нее ходили всевозможные разговоры, сплетни, всякие колкости в ее адрес и так далее. Ее поведение страшно помогало такой недоброй ее славе. В чем же старая эмиграция упрекала Берберову? Это как бы часть моего вопроса до появления книги «Курсив мой», а затем после уже. Вот сперва вопрос о старой эмиграции, об упреках старой эмиграции. После освобождения Парижа в середине 40-х определенная часть русской эмиграции, главным образом просоветски настроенная, стала предъявлять Берберовой и Макееву определенные претензии по поводу их про гитлеровских симпатий, и даже обвиняла их в коллаборанстве. Весной 1945 года в Нью-Йоркской газете «Новое русское слово» появилась статья под названием «Сотрудники Гитлера», где Берберова и Макеев упоминались в числе видных эмигрантских деятелей, чье сотрудничество с немцами было как раз стопроцентно доказано. Подобное обвинение Берберова, естественно, не оставила без ответа. Она написала письмо ряду общих знакомых из числа наиболее уважаемых в эмиграции людей в надежде на понимание и поддержку. Берберова категорически отрицала обвинения в коллаборанстве, хотя признавала наличие определенных иллюзий, к тому же быстро испарившихся. Другое дело, что иллюзии испарились далеко не так быстро, как утверждала Берберова. Но оснований для обвинений в сотрудничестве с нацистами, безусловно, не было. Она не напечатала во время оккупации ни строчки, не участвовала ни в одном из пронацистских изданий, хотя ее туда зазывали. Что же касается Макиева, который в годы оккупации сделал вполне успешную карьеру арт-дилера, или, как говорили тогда, торговцы картинами, то ему, в свою очередь, не было ничего подобного инкриминировано, в отличие от других его коллег. И он продолжал работать арт-дилером при Лувре и после освобождения Франции. Замечу, что у Берберовой нашлись и активные защитники среди заметных в эмиграции лиц, которые готовы были и устно, и письменно опровергнуть возводимые против нее обвинения. Вот в чем обвиняла, собственно, старая эмиграция Берберову до появления Курсива. На волнах радио «Свобода» в выпуске «Мифов и репутаций» передача «Известная и неизвестная Берберова». Моя собеседница – первый биограф Нины Берберовой, Ирина Винокурова. Когда появился Курсив, какой список злодеяний Берберовой выдвигался? Ну, главные какие-нибудь пункты назовите, пожалуйста. Как известно, Курсив был издан сначала на английском. И когда появилась эта книга, то главные претензии, которые высказали все рецензенты из русской эмиграции, а именно Глеб Струва, Марк Слоним и Роман Гуль, все они считали, что Берберова в этой книге сводит счеты с былыми обидчиками, с теми, кто когда-то обвинял ее в гитлеризме и коллаборационизме. Я не спорю, что книга Берберовой давала основания для подобных обвинений. Конечно, определенные счеты она со своими обидчиками сводила. Особое возмущение и, видимо, справедливое, вызвали у рецензентов страницы, посвященные Бунину, представленным Берберовой в крайне непрезентабельном виде. Это объяснялось ее обидой на Бунина, так как он косвенно оказался причастным к ее обвинениям в коллаборанстве. А потому еще в конце 40-х Берберова решила себе позволить перестать проявлять политез в отношении Бунина. Она впервые позволила себе критически отозваться об одном из его рассказов. Бунин, разъяренный, отреагировал оскорбительной эпиграммой на Берберову, храко ходивших в эмигрантских кругах. Таким образом, к концу 40-х они стали, по сути, врагами. А эпиграмму можно привести? Ну, я ее, наверное, немножко перевру. Она ходила в разных вариантах. «В русской мысли слышу стервы вой. Защити меня, бог от Бербера вой». Что-то в этом роде. Эту эпиграмму, кстати, потом стало известно в Америке. Ее привез, как считается, Владимир Варшавский и сообщил общественности. В общем, таким образом, к концу 40-х Бунин и Берберова стали, по сути, врагами. Досталось от Берберова и жене Бунина, Вере Николаевне, которую Берберова называла не просто глупой, а исключительно глупой женщиной. Эту фразу ей будут ставить вину все рецензенты среды русской миграции. И, в общем, для меня не совсем понятно, почему, несмотря на уговоры тех, кто читал книгу еще в рукописи, Берберова не согласилась как-то это смягчить или убрать. Хотя, собственно, это ничего бы не изменило в книге. Но Берберова стояла на своем. Ее сдвинуть было невозможно. Видимо, ей было известно от Веры Алексеевны Зайцевой, и дружившей какое-то время с женой Бунина, что Вера Николаевна отзывалась о Берберовой тоже очень зло. Она называла ее стейросовой дурой, прохаживалась насчет ее армянского происхождения, называла ее сплошной армянской анекдотой в таком духе. Возможно, Берберова именно поэтому не хотела упустить эту возможность, чтобы ответить Бунина. И все же самой уязвимой, видимо, частью Курсива явился биографический указатель, в котором Берберова применила свой любимый метод сведения счетов, а именно умолчание об объективных заслугах, книгах, успехах, добрых делах, неугодных ей людей. Ну, например, Алданова, который, в общем, после всех разговоров о гитлеризме Берберовой, он не утверждал, что она сотрудничала с немцами, предпочел порвать с ней отношения. Собственно, из всех эмигрантов первой волны книгу одобрила только горстка людей. Среди них был давний знакомый Берберовой, Владимир Вейтли, Роман Якобсон и его брат Сергей Осипович, работавший в библиотеке Конгресса, Всеволод Сичкарев, известная литература ВЕТ, преподававший профессор Гарварда, Виктор Эрлих, профессор Ела. Но все эти люди, кроме Вейтли, они жили вне Франции, и поэтому не могли наблюдать всех этих конфликтов, которые происходили в среде русской эмиграции в Париже после войны. И поэтому эти сведения счетов их мало трогали, в сущности. Они отдавали должное питательности книге Берберовой как таковой. Якобсон даже написал Берберовой, что «а если заилы злятся и зудят», это, говоря по-формулистски, одних элитерация требует. Ирина, можно вас попросить коснуться сюжета, который, как мне кажется, будет одним из самых интересных и привлекательных для сегодняшних читателей. Я имею в виду взаимоотношения Нины Николаевны и Владимира Владимировича. Берберова и Набоков. Был ли у них роман или нет? Точно сказать я, естественно, не могу. Но мне кажется, что есть основания предполагать, что короткий роман имел место. А если он имел место, то, скорее всего, это произошло во время приезда Набокова в Париж осенью 1932 года. К этому времени Берберова уже несколько месяцев как ушла от Ходосевича. Жила одна. Сохранилась часть, как я уже говорила, сохранилась часть дневников Берберови за 1932 год. И выдержки из них она приводит в курсиве. И из этих выдержек непреложно следует, что в тот приезд в Париж Набоков, несмотря на обилие других дел, виделся с Берберовой на удивление часто. В том числе наедине и в достаточно романтической обстановке. Например, в ресторане «Медведь», куда Набоков пригласил Берберову на ужин. Причем, как свидетельствует оригинал дневника, именно на ужин, а не на завтрак. То есть на ланч, как писала Берберова в курсиве. Не случайно сама Берберова в курсиве, рассказывая об этом эпизоде в «Медведе», Берберова дает сноску, в которой исподволь намекает, что в их отношениях была явственная эротическая составляющая. Есть и другие свидетельства на этот счет. А потому мне казалось логичным предположить, что именно Берберова была главным прототипом знаменитого ламбоковского рассказа «Весна в Фиальте», написанного в 1936 году. В своей книге я пытаюсь это доказать. Героиня рассказа внешне напоминает Берберову. И зовут ее, кстати, тоже Нина. По закону жанра, однако, подобные вещи как раз должны отвести от Берберовой подозрения. И именно так и получилось. В качестве прототипа Нины называли первую возлюбленную Набокова, Валентину Шульгину, и еще более настойчиво, его будущую возлюбленную, Ирину Гуадонине. Действительно, пара связанных с Шульгиной и Гуадонине деталей в этом рассказе Набокова присутствует. Однако для сюжета они имеют чисто периферическое значение. Тогда как его ядро, роман уже женатого рассказчика с уже замужней Ниной строится на совсем других подробностях. Эти подробности не имеют ни малейшего отношения ни к Шульгиной, ни к Гуадонине. Зато они имеют прямое отношение к Берберовой. Одна из этих подробностей – наличие у героини мужа писателя. К тому же в этом писателе, носящем в рассказе имя Фердинанд, на мой взгляд, отчетливо различим Ходосевич. Аргументы в пользу этого наблюдения я перечисляю в своей книге на нескольких страницах. И также обращаю внимание читателя на несомненное сходство между отношениями Фердинанда с Ниной и Берберовой с Ходосевичем. Насколько мы можем судить по курсиву и по другим источникам. А затем я позволяю себе сделать вывод, что связь Нины с рассказчиком, не тождественным, но, безусловно, близким к автору персонажем, не была исключительно плодом вымысла, как эта рутина считается в набоковезне. А она имеет определенную укорененность в реальности. Насколько убедительна, это моя догадка, будет, естественно, судить читателя. Ирина, расскажите, пожалуйста, о взаимоотношениях Нины Николаевны Берберовой со следующей, с третьей волной эмиграции. Насколько я понимаю, все-таки там ее приветили с гораздо более теплыми чувствами. И если я прав, то какие имена, прежде всего, нужно назвать, литературные или, может быть, артистические имена, которые стремились к общению с Ниной Николаевной? Вы совершенно правы. Третья эмиграция встретила Берберова просто восторженно. Практически все наиболее заметные ее представители были ее горячими почитателями. Если идти в хронологическом порядке, то первым, наверное, надо назвать Бродского, который возник на горизонте Берберовой осенью 1972 года. Практически сразу после прибытия в Америку. Как Бродский расскажет позднее журналистке Джан Джулиат Бак, он услышал о Берберовой еще в ранней молодости, когда ему показали фотографию литераторов, сделанную в Берлине в начале 20-х. Среди семи мужчин, включая Ходосевича, Белого, Ремезова и четырех остальных, Берберова была единственной женщиной. «Все наше поколение влюбилось в нее на этой фотографии», – сказал Бродский. Что же касается курсива, то Бродский прочитал его уже в Америке и высоко оценил. В том же интервью он сказал, что считает курсив замечательным трудом, не уступающим мемуарам Надежды Яковлевны Мандельштам. А выше этой похвалы трудно себе представить. Известно, как высоко ценил Бродский мемуары Надежды Яковлевны и об этом писал. Давайте еще кого-нибудь назовем Мастерий Яковлевны. Несколько позднее, летом 1973 года, Берберова познакомится сначала эпистолярно с Андреем Синявским. К этому времени он вышел из лагеря и ему разрешили уехать в Париж. Как только Берберова об этом узнала, она немедленно ему написала, предлагая, так сказать, любую помощь. Послала курсив, прочитав который, Синявский отреагировал совершенно восторженным письмом. Через пару лет они встретились в Париже и, в общем, общались достаточно сердечно. В тот же приезд в Париж Берберова познакомилась с другим недавним эмигрантом из Советского Союза, известным литературо-ведомым и переводчиком и фильмом Григорьевичем Эткинтом. Он, в свою очередь, исключительно высоко оценил главную книгу Берберовой. Завязалась дружба. Среди поклонников Берберовой был и Владимир Войнович. Он написал об этом в своей книге «Автопортрет». Василий Аксенов. Он написал об этом в поисках «Грустного бэби». Не менее высоко ценили Берберова эмигранты младшего поколения, поколения Бродского. Геннадий Шмаков, филолог с широкого профиля, переводчик, искусствовед. Саша Соколов, Сергей Довлатов. Особенно восторженно о ней отзывался. Лев Лосев, а Александр Жалковский, который, кстати, посвятил Берберовой одну из своих виниеток. Среди почитателей таланта Берберовой были, разумеется, не только литераторы. Назову Михаила Барышникова. Для Берберовой он был Миша. Ситава Ростроповича, сделавшего с Берберовой большую беседу для рождественского номера журнала «Вог» за 89-й год. И, кстати, Ростропович приехал именно к Берберовой советоваться, ехать ли ему в Советский Союз. Это было после ее возвращения из России. И Берберова сказала, что надо обязательно ехать ради людей. Ростропович какое-то время поколебался, но, как мы знаем, все же поехал. Под большим впечатлением от Курсива был и художник, а также известный остроумец Вабрич Бахчанян, известный адвокат и защитница диссидентов Дина Каминская и ее муж-правовед Симис. И вообще этот список можно продолжать и продолжать. Гораздо проще назвать людей, видных людей из третьей волны эмиграции, которые не проявили интересы к Берберовой и не выразили желания с ней общаться. Среди таковых была в частности Наталья Горбаневская. Хотя Берберова написала ей письмо, в котором сообщила, что очень ценят ее стихи, что хотела бы встретиться в Париже, куда она часто наезжала. Но Горбаневская по какой-то причине ей не ответила и не сделала ни малейших попыток с ней как-то связаться. К чести Берберовой, своего высокого мнения о стихах Горбаневской, Берберова не изменила. Об этом говорят записи в ее дневниках. Не выражал желания встретиться с Берберовой и Дмитрием Бобышев. Хотя он достаточно долго жил в Нью-Йорке, а это значит недалеко от Принстона. Правда, узнав о кончине Берберовой в сентябре 93-го года, Бобышев написал стихотворение, которое назвал Владислав и Нина. Это стихотворение большей частью написано от лица Ходосеевича, осыпающего упреками новоприставленную Берберову. Очевидно, что Бобышеву Берберова была антипатична именно своим отношением к Ходосеевичу. Но, возможно, не только этим. Как человеку верующему, ему мог быть крайне неприятен воинственный атеизм Берберовой, который вполне заметен в курсиве. Возможно, Бобышеву не нравилось и отношение Берберовой к Бродскому, его давнему сопернику-врагу, которого Берберова не уставало называть гениальным поэтом. Не проявила интереса к Берберовой и Солженицын, хотя она послала ему письмо с предложением переиздать книгу о процессе «Невозвращенца» Виктора Кравченко, изданную в Париже почти 30 лет назад. Эта книга была составлена из репортажей, которые Берберова, присутствующая на процессе в качестве корреспондента русской мысли, печатала в этой газете. Берберова полагала, что давно ставшая раритетом книга для Солженицына, да и для многих других, представляет интерес. Но Солженицын ответил довольно холодным, вежливым, но холодным письмом, что у него самого издательства нет, что все идет через «Имко-пресс», но «Имко-пресс» нужны сейчас материалы о сегодняшних лагерях, а не о тех лагерях, о которых рассказывал Кравченко. На волнах Радио Свобода в выпуске «Мифов и репутаций» передача «Известная и неизвестная Берберова». Моя собеседница первый биограф Нины Берберовой Ирина Винокурова. Вот отрывок из книги «Кого выбрать примером? У кого мне учиться?» Берберова, как известно, была недовольна, когда курсив Мой называли мемуарами. Она настаивала на том, что ее книга автобиография, и не просто настаивала, но делала все от нее зависящее, чтобы закрепить в читательском сознании именно это жанровое определение. Слово автобиография выносится в подзаголовок курсива, в первой же фразе первой главы еще раз говорится, что эта книга не воспоминание. Подробно объясняется, в чем состоит разница между двумя жанрами. К разговору об автобиографиях и чужих, и собственной, Берберова будет еще не раз возвращаться в курсиве. Она обсуждает, в частности, ряд русских автобиографий, написанных такими непохожими друг на друга авторами, как Бердяев, Бабарыкин, Андрей Белый, Степун, Фрейлина, Царицы, Набоков, а также другими поименно неназванными писателями и эмигрантами. Каждый из этих трудов Берберова сопровождает язвительным комментарием, а потом восклицает как бы в затруднении от избытка. Выбор велик, кого выбрать примером, у кого мне учиться. И вот я отвожу всех прежде меня писавших, никого не помню, никого не приглашаю стоять за моим плечом. Действительно, никто из перечисленных не был выбран Берберовой в качестве примера. Хотя это, разумеется, не означает, что никакие примеры были ей в принципе не нужны. Но критика, похоже, именно так и расценила эти слова, а главное, приняла их на веру и дальнейших разысканий на этот счет не проводила. Между тем, продолжает Ирина Винокурова, пример у Берберовой безусловно имелся, но был выбран ею не среди русских, а среди французских автобиографий, хотя на первых же страницах курсива она дает отвод и всем французам скопом. Освобождать себя от последствий буржуазного воспитания тяжелая задача, которой занимаются вот уже 50 лет во Франции Луи Арагон и Жан-Поль Сартр «мне было не нужно». Конец цитата. Однако, упоминая Арагона и Сартра, Берберова почему-то умалчивает о еще одном авторе знаменитой автобиографической прозы Симоне де Бавуар, о которой, казалось бы, ей естественно вспомнить здесь в первую очередь. И потому, что в период работы над курсивом 60-66 года автобиографические книги де Бавуар «Воспоминания благовоспитанной девицы» 58-й, «Зрелость» 60-й и «Сила обстоятельств» 63-й были у всех на слуху, причем не только в Европе, но и в Америке. И потому, что опыт де Бавуар прямо пересекался с ее собственным опытом. Они обе были профессиональными писательницами, обе были связаны с крупнейшими литераторами своего времени, обе находились в Париже в одни и те же годы, включая годы немецкой оккупации. Но этими самоочевидными фактами дело не ограничивается. Сопоставление курсива с автобиографической прозой де Бавуар обнаруживает множество других пересечений, большинство из которых не может быть списано на простую случайность. Налицо напряженный диалог с де Бавуар, идущий на всем пространстве курсива, хотя афишировать этот диалог Берберова отнюдь не стремится. Впрочем, иной реакции ждать было бы наивно. Ведь один из главных лейтмотивов курсива как раз в том и состоит, что за всю жизнь не нашлось никого, на кого она смогла бы опереться. Это утверждение включает в себя и ответ на вопрос о литературных предшественниках. Это был отрывок из книги Ирины Винокуровой Нина Берберова «Известная и неизвестная». Продолжаем беседу с биографом. Я познакомилась с Берберовой, вернее, я лично встретилась с Берберовой, когда она появилась в Москве в сентябре 1989 года. И тогда меня поразила ясность ее памяти, острота ее ума, живость реакции, равно как подтянутость и легкость походки, которые для меня были неожиданны обнаружить в женщине, которой было 88 лет. К моменту приезда Берберовой в Москву между мной и ей уже шла переписка, которая возникла на деловой почве. Я работала в то время в журнале «Октябрь» и была редактором первой публикации «Курсива в России». И моя задача была весьма деликатной. Я должна была выбрать такие фрагменты книги, которые были особенно интересны для наших читателей. почти ничего не знавших о самых знаменитых литераторах эмигрантов. И сделать из этих фрагментов так называемый журнальный вариант. Эти публикации, включившие больше сотни страниц из первых глав «Курсивы» появились в 88-м году в трех номерах «Октября». Берберова, к моей радости, осталась этой публикацией очень довольна. И это определило тональность наших дальнейших отношений. Берберова прилетела в Россию на две недели. И как только самолет приземлился в Шереметьево, ее сразу окружила толпа почитателей. А потому наша первая настоящая встреча произошла через несколько часов в гостинице «Украина», где Берберова остановилась в Москве. Московское расписание Берберовой было, понятно, исключительно напряженным. Ежедневные выступления перед малыми и большими аудиториями, многочисленные интервью и встречи. Но мы по ее настоянию виделись каждое утро, решали, какие отрывки «Курсива» она будет читать на своих выступлениях, пытались предугадать, о чем ее могу спросить из зала. Надо сказать, что эти часы, проведенные с Берберовой, я вспоминаю с большим удовольствием. Было интересно и было легко. Напряжение, легкое напряжение возникало только тогда, когда я, воспользовавшись паузой, задавала ей вопросы, на которые ей, очевидно, не очень хотелось отвечать. так движимой, так сказать, девичьим любопытством, я ее спросила про того третьего человека, из-за которого она рассталась с Макеевым. Берберова на это мне ответила, что этот человек не играл никакой роли ни в ее жизни, ни в жизни Макеева, что это была маленькая какая-то интрижка. на самом деле они расстались из-за того, что Макеев сильно пил, и она долго рассказывала, как она его отвозила в лечебницу, где его лечили красным вином, затем рвотным, затем чем-то еще, и, в общем, ушла от ответа на этот вопрос. И Берберова старалась держаться ласково, но отвечала не только уклончиво, но и не совсем правдиво, хотя я поняла это, конечно, много позднее, когда стала ею профессионально заниматься. В общем, отвечая на вопрос Майя Берберова, я могу сказать, что отношение к Берберовой я старалась выразить в своей книге. Видя все ее недостатки, я старалась выступить как бы ее адвокатом. Я старалась ничего не утаивая, не скрывая самых неприятных черт ее личности и неприятных обстоятельств, попробовать понять ее мотивы и, во всяком случае, не забыть, сказать о несомненных достоинствах Берберовой. И мне кажется, в общем, мне удалось сохранить такой относительно объективный тон. И еще один отрывок из книги Ирины Винокуровой «Раздел люди, о которых говорить еще не время». Глава Роберт Оппенгеймер. Когда Берберова переехала в Принстон, она, безусловно, знала, что там работает Роберт Оппенгеймер, основатель и директор Института перспективных исследований, ставшего под его руководством одним из крупнейших центров теоретической физики. Но, разумеется, Оппенгеймер был прежде всего знаменит не как администратор и даже не как выдающийся физик, а как создатель ядерного оружия. Он стал известен в этом качестве после бомбардировки Японии в августе 45-го года, когда публика узнала о работе над атомной бомбой в рамках так называемого Манхэттенского проекта. Успешное завершение этого проекта принесло Оппенгеймеру всемирную славу, а также обусловило триумфальный взлет в карьере. Вскоре после войны он занял важную государственную должность главного советника комиссии США по атомной энергии. Однако в начале 50-х годов у Оппенгеймера начались неприятности, в результате которых он стал также известен как одна из жертв маккартизма. В 54-м году его тянувшиеся с довоенных времен коммунистические связи дали повод к началу судебных слушаний, закончившихся крайне приятным для Оппенгеймера образом. Он был признан недостаточно благонадежным и лишен допуска к секретной работе. И хотя Оппенгеймер продолжал оставаться на посту директора Института перспективных исследований, его тут же отстранили от гораздо более престижной и влиятельной должности в комиссии по атомной энергии. Правда, по прошествии девяти с лишним лет американское правительство в лице Джона Кеннеди сочло нужным как бы извиниться и наградить Оппенгеймера премии Ферми, одной из самых престижных премий в области ядерной физики. Эту премию он получил уже из рук Линдона Джонсона в декабре 1963 года к бурному ликованию в интеллектуальных левонастроенных кругах. И все же имевшая широкое хождение, хотя и недоказанная версия об участии Оппенгеймера в шпионаже в пользу Советского Союза не была по-прежнему списана в архив. Понятно, что фигура вызвать любопытство Берберовой, но на личное знакомство она не рассчитывала. Однако уже через год с небольшим такая возможность перестала казаться заведомо нереальной, так как Луи Фишер был дружен с Оппенгеймером и часто с ним виделся. Оппенгеймер ценил опыт и знания Фишера, а потому обсуждал с ним особенно важные темы, которые касались Советского Союза и был склонен принимать его советы к сведению. В частности, Оппенгеймер попросил Фишера посмотреть его лекцию о Нильсе Боре и сказать, что он думает по поводу высказанной во время войны идеи Бора о необходимости вести ядерный проект совместно с СССР. Фишер ответил, что надежда Бора на возможность найти общий язык со Сталином показалась ему наивной. Ему, видимо, удалось убедить Оппенгеймера, о чем говорил его доклад на близкую тему, сделанный в сентябре 64-го года на Конгрессе за свободу культуры. Оппенгеймер, продолжает Ирина Винокурова, в свою очередь внимательно следил за публикациями Фишера, читал его книги, а на вышедшую в 64-м году биографию Ленина отозвался крайне комплементарным письмом. Неудивительно, что Оппенгеймер присутствовал на праздничном обеде по случаю получения Фишером национальной книжной премии за книгу о Ленине. На этом обеде, как уже говорилось, Берберова познакомилась с Оппенгеймером. До этого, очевидно, она ни разу не видела Оппенгеймера вблизи, а потому ее поразил его вид, чрезвычайно болезненный и усталый, а особенно глаза, невеселые, блекло-голубые, слезящиеся. Берберова знала, что Оппенгеймеру всего 61. Год назад отмечалось его 60-летие, но он выглядел на все 70. От неожиданности Берберова несколько оторопела, но постаралась не подать вида и поддержать разговор. Она запомнила, что Оппенгеймер говорил очень эмоционально, но темы их тогдашних бесед в памяти не отложились. Возможно, потому что следить за логикой его рассуждений Берберовой было с непривычки трудно. Хотя народу по ее подсчетам собралось не менее 25 человек, Оппенгеймер к удивлению Берберовой каким-то образом все время оказывался рядом, и они проговорили чуть ли не весь вечер. Она даже подумала, что Оппенгеймеру расхвалил ее Фишер, хотя подобная любезность была не в его натуре. Как покажет дальнейшее, интерес Оппенгеймера к ее персоне Берберовой не померещился, но возник ли он действительно с подачи Фишера остается неясным, да это в сущности и не важно. Скорее всего, Оппенгеймеру было более чем достаточно собственных впечатлений. В свои 63 года, а именно столько Берберовой было в апреле 65-го, она, как уже упоминалось, выглядела на удивление молодо и привлекательно. Да и близкие отношения с Фишером, объяснявшие присутствие Берберовой на празднике, придавали ей добавочный интерес. Репутация Фишера как знаменитого сердцееда была Оппенгеймеру прекрасно известна и вызывала, похоже, даже нечто вроде зависти. Однако Оппенгеймера привлекло к Берберовой не только ее женское очарование и не только подсознательное или сознательное соперничество с Фишером. Оппенгеймер, как свидетельствуют его биографы, всегда испытывал особую тягу к людям искусства, а принадлежность Берберовой к этому цеху должна была выясниться в первом же разговоре. В свою очередь работала в пользу Берберовой и в силу общего интереса Оппенгеймера к русской культуре и особенно в силу его личных отношений с рядом представителей первой русской эмиграции. Николай Набоков был его ближайшим другом, а прославленный хореограф Джордж Баланчин близким знакомым. А потому человек со сходным бэкграундом был ему заведомо любопытен. Когда Берберова уходила, Оппенгеймер сказал, что надеется на новую встречу. Правда, предлог для встречи был им выбран не особенно удачно. Оппенгеймер сообщил, что его дочь Тони изучает в колледже русский, и когда она приедет на каникулы в Принстон, он хотел бы их познакомить. У Берберовой такая перспектива не вызвала никакого энтузиазма. Ей хватало собственных студентов, но пришлось согласиться. Этот разговор, я продолжаю цитировать книгу Ирины Винокуровой, разумеется, мог остаться просто разговором, но Оппенгеймер о нем не забыл. Через несколько месяцев он позвонил с сообщением, что Тони в Принстоне и попросил их принять. Звонка Оппенгеймера Берберова, видимо, не ожидала и не сразу поняла, кто такая Тони, а когда поняла, то несколько приуныла. Однако придумывать предлог для отказа не стало. В своих воспоминаниях Берберова подробно описывает, как Тони и Оппенгеймер появились в назначенное время, как он с нескрываемым любопытством осмотрел ее скромное жилище, книжные полки, письменный стол, бумаги, русскую пишущую машинку. В этот раз Оппенгеймер выглядел существенно лучше и держался гораздо веселее. Было заметно, что ему у Берберовой очень понравилось. Правда, он пробыл у нее совсем недолго. С удовольствием послушав, как Тони беседует с Берберовой по-русски, Оппенгеймер сказал, что должен уехать, а дочь на какое-то время оставит. Он попросил Берберова отвезти ее домой и заодно остаться на ужин. Приглашение на ужин Берберова твердо отклонило, сославшись на занятость, но Тони привести обещала. О том, что представляла собой 20-летняя дочь Оппенгеймера, как она выглядела и как держалась, Берберова не пишет ни слова, давая понять, что не нашла в ней ничего примечательного. Но она методично перечисляет темы их разговора, ибо в этом разговоре промелькнула одна любопытная для Берберовой деталь. Рассказывая о своем каникулярном времяпрепровождении, Тони простодушно упомянула, что вчера у них были гости, и мама упала посреди гостиной. На это Берберова любезно осведомилась, не больна ли мама, и услышав в ответ, что нет, не больна, но иногда ей трудно держаться на ногах. Этот эпизод Берберова оставляет без комментариев, хотя, естественно, могла бы его прокомментировать. В Принстоне было широко известно, что жена Оппенгеймера сильно пила. Неудивительно, что доставив Тони домой, и Берберова, несмотря на возобновившиеся уговоры, зайти отказалась. Желания познакомиться с хозяйкой дома у нее, очевидно, не было. Судя по записям Берберовой, через несколько дней Оппенгеймер позвонил снова и попросил разрешения приехать, на этот раз без Тони. Он хотел приехать в ближайший понедельник, но Берберова в понедельник была занята, а потому не без нажима с ее стороны договорились на среду. Когда Оппенгеймер появился, то выглядел опять усталым и больным. Берберова удивил синий цвет его губ, какой раньше она замечала лишь у покойников, но еще больше надо думать, ее удивил начавшийся разговор. Он не жаловался на жизнь, он просто рассказывал, как обстоят дела. У него практически нет дома, нет места, где он мог бы расслабиться, думать. Я люблю думать, а вы? Побыть одному. Нет, я не прав. На самом деле я не люблю быть один. Я люблю быть с тем человеком, который мне нужен. Пожалуйста, не поймите меня превратно. В настоящий момент мне ужасно нужны именно вы. Детали неважны, детали наших отношений, но вы не можете даже представить, как мне здесь хорошо, как мне сразу понравилась эта комната. Неудивительно, что мне так захотелось прийти сюда снова. Чтобы как-то разрядить обстановку, Берберова сказал, эта комната ваша, стоит только попросить, и они оба засмеялись. Эта шутка звучала особенно комично в контексте жилищной ситуации Опенгеймера, который обитал в предоставленном институтом, настоящем поместье, огромном доме, окруженном парком, где были даже стоилы для лошадей. Другое дело, что вся эта роскошь не делала его жизнь веселее. И хотя, по свидетельству друзей, коллег и родственников Опенгеймера, он не любил говорить о своих домашних проблемах и никогда не признавал, что они были хоть сколько-нибудь серьезны, с Берберовой, как видим, он был предельно откровенен. Это был отрывок из книги Ирины Винокуровой Нина Берберова, известная и неизвестная. Книгу выпустило бостонское издательство Academic Studies Press совместно с петербургской библиоросикой. От первого тиража в 300 экземпляров не осталось и следа. Публика требует допечатки. А пока что хочу поздравить Ирину Винокурову с интереснейшим трудом. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой. Теперь Радио Свобода в мессенджерах Вайбер и Телеграм. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями Свободы. Эпоха свободной информации Канал Радио Свобода в мессенджерах Вайбер и Телеграм. Каким вам представляется будущее России? В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2-0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. Если у нас до сих пор какой-то национальной идеей и будет наличие Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, но ничего, никакой идеи у нас нет. Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо. Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и все вместе будет легче. Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, погрёмся. Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Грани времени. Еженедельная программа «Радио «Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий, Мумин Шакиров и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей. Редактор субтитров А.Семкин